Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы проводим запись вопроса и ответа из серии «Во свете Библии. Открытым оком». То есть, я не привязываю людей к себе, как сегодня делают почти все. Моя задача людям указать путь. Идите к Святой Библии и там находите ответ. Ну, я православный, я добавляю. Библия – втолкование святых отцов Церкви. Всех святых отцов. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Ну, все, 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 что нами оставили-то. Блаженный фепелак собрал вместе. И вот вчера Ольга Карачева задает мне вопрос. Эти вопросы по интернету в моем мире. Вот написано «Мой мир», «Мейлрум». Дальше. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Вопрос, почему вы не едите мясо? Я тоже, как вы, отказался от мяса, вот уже девятнадцатый день. И хочу знать об этом лично от вас. Может быть, об этом сказано где-то в священных книгах? На сайте я у вас не нашла ответа на мой вопрос. Спасибо, что вдохновляете меня своей верой в Бога. Тоже хочу так же, как вы, верить, как вы и святые. И еще, какие молитвы или псалмы помогут искоренить мат? Особенно бесит слово «блядь». Неужто его можно говорить из-за того, что оно есть в Евангелии? Ну да. Вы не бойтесь этого слова, которое она произнесла здесь, вот это слово. Это слово означает «блудница, нехорошая женщина в церковно-славянском языке». У нас называется «блудословие» или «пустословие», а в славянском языке прямо записано «блядословие». И когда словарь мы открываем Григория Диченко, он пояснает слово «блядь». Это не ругательное слово. Но мы же не считаем, что женщина древняя профессия. И все знают, о чем речь идет. Если даже написано будет «проституция», тоже никакого ругательства нет. А когда перевели на букву «б» ругательство, она об этом спрашивает. Не надо его употреблять. У него сегодня вот такой слишком уж негативный, прямо-таки нецензурный оттенок. И я его никогда не употребляю. Но если разъяснять, я не боюсь, не скверню язык свой, если я прочитаю. Мне нельзя этого не читать, потому что это написано прямо в Евангелии, на церковно-славянском языке. Ну, сегодня не то, что синоним, это буквально его значение. Так оно и есть. Вот она спрашивает, о чем? Мясо? Нет. Ну, откуда она узнала? Ну, видимо, тут есть биография. Я сразу более широко поставил вопрос. Почему я не ем мясо? Притом она 19-й день, а я 51-й год. Никакого. Ни птичины, да ты вегетарианец. Нет. Рыбу я ем. А почему не едите? Я сейчас буду отвечать, но коротко скажу. Потому что это дорого. Во-вторых, что попало? Вторая причина. Что попало? Вот шашлыки продают. Было даже человечные, кормили. Это все из журнала работница было. Там фамилии даются, все, у меня это есть. Дальше. Не полезно для здоровья. Говорят, без белков нельзя прожить. Это обман. Белков можно набрать в другом месте. Это причина, почему я не ем. Я не говорю свинину, я даже в дом ее не запущу. Вообще не ем. Но со мной рядом сидящие едят все. И батюшка ест, и прочее. Ну и еще потому, что я просто воздерживаюсь. Я не могу другим говорить, живите, как Господь призывает, как Павел, если я этого не делаю. Я никогда не говорю о том, что сам не пытаюсь делать. А я не пытался даже. Я просто отрезал, и больше никогда его не было. Его не было. И у меня на питание сразу стало столько-то меньше, но очень мало. Вот говорят, то белки не будут восполняться. Был журнал «Здоровье». Я не знаю, сейчас выпускается. А то было «Здоровье мира». Это журнал «ЮНЕСКООН» выпускает «Здоровье всего мира». И там была большая статья, и такая написана. Считалось. Страница огромная, и на две считалось. Кто не ест мясо, то другое такое. А дальше в действительности, и дальше перечисляется государство, народности, которые вообще мясо не едят. И живут, и расплаждаются, вообще не едят мясо. Ну а сколько таких, которые вообще не едят, даже рыбы. Ну, что вам говорит-то вы... Пусть там в Индии, где там находятся эти люди, которые буддизмом придерживаются, у них там свои еще разные отклонения где-то. Обходятся без свиньи мусульмане. А совсем без мяса вот так. И тогда я отвечаю, еще главное для меня не это. Главное, что я проповедник, я миссионер, и бываю среди таких людей, которые не едят мясо. А если я его ем, ко мне отношение совершенно другое. Но когда они находят, что я не ем мясо, вот посмотрели их отношения как сразу же меняются. Они с вниманием смотрят, и каждый слушает. Вот я был у адвентистов седьмого дня, прекрасные люди, они не едят свинину. И так осторожно меня спрашивают. А вы, извините, конечно, но мы хотели узнать, у вас как это, свинина-то разрешается? Я говорю, я вообще мясо не ем, хотя у христиан, мы уже православные, не едите совсем. Нет. Они не знают, куда меня посадить. Перед всем собранием выступаю у них, у адвентистов седьмого дня, говорю слово. Вот и все. Мне открывается вход к ним. Ради этого стоило. Вот считаю. Первая коринфянам, 9 глава, 22 стих. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Я считаю, что опыт мой 50 лет. Но это не 5 лет, как не 19 дней, как вот эта женщина говорит. Я убедился, что вот эти от всех, первая коринфянам, 9-22, никаким авторитетом не пользуются у сектантов вообще. У православных я рядом так сбоку стоящих находил. Вообще тоже никто не хочет видеть. Я говорю, а почему ты ешь свинину? А почему нет? А ты слышал, что мусульмане не едят? Это 2 миллиарда с лишним. Ну а при чем тут мусульмане? А ты никогда не думал быть там? Ты можешь оказаться там. А если беседовать будешь? Да они тебя слушать не будут. Ну и пусть не слушают. Понятно. А ты слышал, что есть такие адвентисты седьмого дня, которые по американским данным, самые долгожители в Америке свинину не едят. Такие же люди, американцы, те же самые, природные американцы. Почему они не едят? Ну и пусть не едят. Я разговариваю, это в глухую стенку лбом бьюсь. Мне не надо было это говорить. Хотя бы один человек, если соблазнится, Павел говорит, а за него умер Христос. И поступая таким образом, вы погрешаете против Христа, а не против кого-то. Так там же говорится об идоложертвенном. А для него это как идоложертвенное. Я вот начинаю рассказывать. Так. И она говорит, почему я не ем? Я ей отвечаю. Меня вдохновляет тот же самый Дух Святой, как и сказавшего сие. 1 Коринфян, 8 глава, 13 стих. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Вот один раз прочитать. Один раз. Вот я работаю на корабле. Когда я обратился 27 сентября 1962 года. Ну и что? Ну и чего? Там готовят то, что они готовят. И есть, там больше ничего нету. Там море вокруг где-то. Я свободно обходился. И что, никогда не нарушали? Никогда. Ну ты учти, что мой путь прошел-то маленько не так, как у всех. Моя биография очень корявая. Вот. Я был за границей. Беседовал. Беседовал. Обедал с архиереми. Говорит. Воробей. Где обедал воробей? Там в сказке. В зоопарке у зверей. А я говорю, где обедал воробей? Там же, где архиерей. У меня маленько по-другому. Я был в тюрьме. В тюрьмах пяти. И ни разу пост православный не нарушил. Ни в лагере. Лежал с операциями. С тяжелейшими. С разными. Только на операцию ложусь в больницу. Ни разу пост не был нарушен. И в армии был пост не нарушил. А как там можно? Да никак. Вот пример. Я лежу в больнице. Сделали операцию. Утром приходят. Ну манку принесли я. А на чем манка? Ну как манка и манка. На чем она разведена-то была? Молоко. Молоко вам что? Масло дополнительно положить? Да я не ем. Сейчас пост. Ну и как не едите? Ну не ем у нас пост сейчас. А что вы будете есть? Да я сейчас скажу, вы же не принесете. Мне нужна картошка нечищенная, сваренная. По-моему. Такая, не совсем разварилась. Вам тут готовить никто не будет. Да и не надо. Ну а как же будете? У нас до поста пять дней осталось. Я могу не пить и не есть. А кто не ест, быстрее рано заживает. Маленько проходит. Уже и врача, сестер притащили. Все. Все сделали как надо. Вам на воде на воде? Сготовить на воде. Все сделали. Соки разные принесли. Гляжу, там орех какой-то давленный. Господь на помощь тебе придет. Ни разу за 50 лет, а это еще больше, я в армии был еще даже и не уверовал, как должно, но уже пост не нарушал. Вот один раз, вот услышали, пища соблазняет. Не буду есть мясо. Вот вы услышали этот рассказ? Не ешьте больше свинину никогда. Это я ко всем обращаюсь. Ко всем. В рот не запускайте ее. Ну а мясо если ешь, ну если ты проповедник, то Павел говорит, я не буду есть мясо вовек. Не сегодня, пока передо мной такие есть, адвентисты-мусульмане, ну я буду такой. А там, ну а если нет никого, буду есть. Нет уж, я всегда один и тот же. Я не могу так, что на вахте я милиционер. А форму снял, пошел грабить. Я уже рэкетир и прочее. Я не могу, я депутат, там сижу депутат. Сплю сижу, там Рамзана Кадырова, чтобы выгнать его оттуда. Вот. А если, ну а если я вышел оттуда теперь, мафиозные группировки мы можем. Нет, ты депутат, всегда тебя избрали на это. Это если священник, не мухлюй. Ты должен показать бедность. Свои крутые машины-то уберите. Кто подарил, не подарил. Мать Тереза получила от папы такой лимузин. Еще вашим на загляденье. И она даже не взглянула на него, так и дала указание продать, раздать нищим. Она вошла в историю. А вы не войдете. Вам это и не надо. Я просто попутно стараюсь подсказать как. Вот причина. Теперь. И вот, 50 лет уже позади, как я расслышал этот благостный голос брата Павла. Впереди, я говорю, меня вдохновляет тот же самый дух, который сказал, как и сказавшим. Павла вдохновила, это меня вдохновило. Для всех сделался всем. Вот впереди возвращаюсь. Я говорю, для всех и всем. Я прихожу в баптистское собрание. Четыре собрания на каждой неделе. Ни одного не пропускаю. Мы приходим, молимся, стоим и уходим. Нас никто не знает, что православное. Никто. Я свободно могу молиться, даже не совершая крестное знамение. Ну вот, нам приехали братья. Баптисты, Рижане. Очень расположены. Старшему, кажется, 21 год. 19, 18. Это такие. Четыре брата. Молодцы, смотри. Я говорю, скажите, а вы хотели бы у православных проповедовать? Да, конечно. Там много людей и все. Но если вы без крестного знамени, вы считаете, не в правой руке твоей неправда и прочее. Да нет, я им доказал. Это грех или нет? Нет, не грех. Ну-ка, перекреститесь. Они друг на друга смотрят. Вот они уже боятся друг друга. Но вот когда вы к нам в Ригу приедете, а мы сейчас поедем братьям там расскажем, и мы при вас тогда перекрестимся. За два дня до моего приезда в Ригу все погибают. Вот такая молодежь. Ехали на встречу с Ярлом Песе, это группа Иосифа Бондаренко. Вот ведь какое дело. Вот ведь какое дело. С этим играть нельзя. Ты понял? Я не считаю. Я не считаю за грех. Я просто воздерживаюсь. Вообще. Ни лекарств никаких нету. Молитвы. Молитвы просим, а Слово Божие это благословляет. Что ты будешь есть? Лягушка по-французски, змея ли будет это по-китайски, или собака по-корейски. У христианина на все есть разрешение. Слово Божие, всякое творение Божие, говорит, хорошо, дает Слово Божие на это ответ. И молитвы, оно освящается. Но не все, говорит, что позволительно полезно. Тут надо еще дальше смотреть. Я не один, ни на необитаемом острове, ни для кого не положить преграды. Теперь считаем собор, Игангский собор. Второе правило. Если кто-либо осуждает человека с благоговением и верою вкушающего мяса, кроме крови и доложертвенного и удавленины, как не имеющего упования по причине его вкушения, да будет под клятвой. То есть кто-то скажет, а ты мясо ешь, тебе никогда не спастись. У тебя нет никакой надежды на спасение. Под клятвой означает, да будет проклят. Об этом апостольское правило 51, 53, Анкирский собор 14, Василий Великого 86, шестое правило, говорят. Книга правил. Некоторые там сектанты, я знаю, они всегда, да ну что там это предание церковное, да ты их в глаза не видел, что ты поносишь. Ну кто такой? Одна какая-то там бобенка стоит распупыренная, и она сунет буквально все. Сама стоит в брюках, мерзость одна. О, она духовная, в ней дух. Да в тебе легион бесовских духов. И кого ты судишь-то? У меня тут 6 тысяч друзей, я вижу, какие выходят-то. Ну хотя бы маленько ознакомилась, прочитала. О чем они там говорили эти? Я говорю, святые отцы. Какие? Мы все святые. Ой-ой-ой. Как, говорит, блудница. Поела, говорит, рот оперла, и говорит, ничего худого не было. А сама сидит под каждым ветвистым деревом, широко раскинул ноги. Это пророки говорят об этом. Любого еретика принимать, кто бы ни был, ссылается не на святых отцов. Это правило. Ты одна. Два, три, пять. А это на одном соборе 630 епископов. 6-й Сиренский собор. Дальше. Апостольское правило относится к 1-2 веку. 51-е правило. Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или вообще из священного чина, удаляется от брака и мяса, и вина, не ради подвига воздержания, но по причине гнушения, забыв, что все доброзило, и что Бог, созидая человека, мужа и жену сотворил их, и таким образом хуля клевещет на создание, или да исправится, или да будет извержен из священного чина и отвержен от церкви. Так и жди и мирянин. 6-й Сиренский собор, 13-й Анкирская, Гангский собор, сколько правил. Тут смысл. Бог судит помышления, намерения сердечные. Я не пью вина. Я в рот не беру вообще. Но причина какая? Ты считаешь за грех? Я не считаю за грех. Но молва об этом идет, как православный и не пьет. Я помогаю настоятелю местному, благощинному, перекрывать крышу. Ну я молод, ловкий, я на крыше сижу, ну а другая, братья, там подают. Ну а когда сели за стол, ну довольны моей работой, и благощинного спрашивают, отец Николай, ну и знаете, вот говорят, он православный, на него говорят, он еретик, баптист. Да никакой он не баптист, он православный, но он, конечно, не такой, как мы. Ну вот водки я налил, вам вы все пьете, он не пьет. Вот этим он от нас отличается. У него за столом Николай Войтович, Алтайский край. Он мне не был близким другом. Но в данном случае он прямо их всех, ну и все тогда, только не пьет и все. Ты это не будешь там налить, то нет. Он стакан берет, второй рядом сидит, мой стакан выпил, прилагавшийся мне. А мне это не надо, вам морсу налить, мне ничего не надо. Никакие бутылки газировки я не признаю. Я черпаю там, где есть колодец, колодец со всеми осадками. Все соли, какие есть, они нужны человеку. Вот и ответ. Сидим за столом, я не один сижу, с этой стороны митрополит сидит, тут епископ сидят, священники. Всем довольны, что я приехал, выступаю у них тут, помогаю, они мне помогают. И тогда мне митрополит и говорит, вот про вас молва идет, что вы считаете, что вино за грех. Никогда не считал. Ну вы должны доказать это. А как я докажу? А тут он наливает мне стакан вина, вот при всех свидетелях выпейте. Так я не пью. Нет. Вы хотите доказать, что вы православный. Ну, выпейте. Еще я не знаю, как стакан руками брать. Взял, поднял, вижу, темное, видно там, хорошее вино. Правда, хорошо пахнет. Раз его, ничего нет. Я говорю, у меня жена квас готовит крепше. Засмеялись. Все, больше не пейте. Пьянец у меня своих хватает. Вы видели, братья, он не против вина. Если против, я никогда не возьму. Да нет, ни грамма, не против. Неполезно. Страна запилась. Какой я пример буду давать? Хотя нам впредь пей немного вина, Павел говорит. Ради немощи желудка. А у нас так, пьют вино, и оттуда немощь желудка. Наоборот. Сучок, гнилушку какую-то пьют. Я не против вина. Вот я выступаю в Молдавии. Там город Чернобцы, там где это, Бендеры. Там Украина, Белоруссия. Могу что-то не так сказать. Ну, Молдавия. Ну, следующий, брат, вы скажете слово. Баптистов. Зарегистрированных. Подходит пресс-питер. Брат, вы скажите вот на эту тему о вине. Запились, братья, у нас. Я говорю, откуда вину? Так виноград же. У каждого подвал свой. Говорят, там такие бочки стоят. Выходит на капитал, двумя руками держится, чтобы не упасть. Вот тебя баптисты не пьют. А так ко мне подходит пресс-питер. И чтобы я на тему о вреде винопития говорил православный, да православный, то что она скажет-то? Вот есть такой против вина, там президент по этому, даже есть Жданов Владимир Георгиевич. И он говорит, собрали попов запойных. И от патриарха лично к нему была просьба выступить и рассказать им. Собрал алкашей своих. Так их сколько? Да собрали там, может быть, с одной епархией-то. Большой зал. Я, говорит, перед ними выступил, рассказал, как хорошо быть трезвым. Понятно? Дальше. 53 правило апостольское. Если кто епископ или пресс-питер, или диакон, в одни праздников не вкушает мясо и вина гнушаясь, а не ради подвига воздержания, да будет извержен, как сожженный в собственной совести и становящийся виною соблазна многих. Анкирский собор. Анкирский. Анкирский. Вот так. То есть я это делаю ради воздержания. Это считается как подвиг и в похвалу. Я ради воздержания, а не ради греха. У православных, видите, тут все объяснено. Вот, допустим, мужчина и женщина, они же равны перед Богом-то. Но есть такие правила в православных канонах, книги правил, которые женщину сильнее зажимают. Но это уже несправедливо. Василий Великий говорит, знаю, что несправедливо, но пока по-другому нельзя. Вот когда дерутся мужчины, а женщина кинется помогать, и не написано, что она не может, она должна помогать, и может быть, но если она ухватится, не зная, как помочь, за срамой ут, то есть между ног залезет и схватит, то что? Да не пощадит глаз ее. Отсеки руку ей. Борьба окончилась, руку должна отсечь. Я поняла, я не буду, я не знаю как. Все, бери руку свою и иди домой. Тебе другой рукой придется нести ее. Почему? Самое главное, откуда все происходит? Как ты посмело коснусь от потаенного места? Так это несправедливо. А если во время драки где-то жена была, ее за потаенное место схватили, нигде закона никакого нет. Не лезь куда не надо. Не хватай, говорят, пса за уши, кто вмешивается в чужую ссору. Итак, если мужчина сблудит, женщина изменит при любви деяния, там от 5 до 7 лет, от церкви, от лучей, он плакать только может. А женщина, я к примеру говорю, 12 лет, но же несправедливо. Василий Великий не сказал, что справедливо. Да, именно несправедливо, но пока по-другому нельзя. Не написано, что жена все будет ярая, мужа будет преследовать, убьет, такого нет. Тогда жены были не такие. Видимо, что-то близкое было уже к мусульманскому. Это сегодня она как ведьма в доме. Все подминает под себя, детей против отца натравляет. Ей у короту нет. Ей только одно, поехать в Чечню, в Южный район. И сразу к Рамзану Кадырову заявление. Помоги, дорогой, не могу с женой поправить. Он поправит тебе ее. Поправит. Там специальные законы шариатские есть. И вот здесь так же. Женщина впала в грех. Ну, пресил, нашелся такой. Но она идет на исповедь. Сектанты почему так хорохорятся-то? Потому что на исповедь не ходят. На исповедь не ходят, и у них каждый варится в собственном соку. Как у отделенных баптистов, у отделенных. Наконец, стали исповедовать. Исповедь самая настоящая. Приехали братья, пресетера старшие. Молодежь живет добрачной жизнью. То есть, самое настоящее блудодейство. И никто и не знал, а что исповедь выявила это. Это мне уже говорят они, исповедующие их. И вот она исповедуется и говорит, виновата Господи. Вот впала в блуд, в прелюбодеяние. Вот теперь все. Священник должен ее отлучить. На 12 лет. Но он ее не может отлучить. Правило другое гласит. Если он ее отлучит, она должна стоять теперь соглашенными. Должна быть. А муж? А почему ты там стоишь? А почему ты опять не заходишь? Она не заходит. Она должна стоять только в предбаннике. И муж догадался. И по ревности ее убьет. И церковь премудро постановила. Если она созналась, если она впала в прелюбодеяние, в 12 лет она будет стоять. Но только не причащается. А стоит с верными и не выходит. Вот в одном месте сделали такое. Закрыли как бы. А муж стоит, он не всегда и приходит в храм. Он и не видит, когда она причащалась. Его это не интересует. А то, что она не причащалась, ему доложат. Будет расследование, и может душа погибнуть. И чтобы случайно не случилось, на тысячелетие вперед, святые отцы на соборах предусмотрели. Отлучена должна быть. Никакой блудник Сарсия Божия не наследует. Но прикрыть, чтобы спасти жизнь. Я когда доходил до этих правил, я всегда удивлялся, как мудро все... Какие мудрые законы. Когда Бог дал законы Израилю, то, говорит, соседние народы, когда услышат, какой у вас закон, скажут, какой это мудрый народ. А какой он мудрый-то? Да такой, что у него закон есть. Так они не исполняют, неважно, у них есть конституция. Какая хорошая конституция. Вот мы строим... Ну, не я в деревне, там брат другие. Православная деревня. И там написано, нигде не рассчитывается бутылкой, кто бывает там, помогает кому-то, не рассчитывается против пьянки. И женщины в отделе, там у себя считают, в районах, сидели, говорит, прослезились. Да неужели у нас еще в стране есть такое, где вот это под запретом. И там такие правила. Детей на одну минуту нигде одних не оставлять. Чтоб собаки зря не лаяли. То есть человек должен жить полнокровной, красивой жизнью. А почему нельзя лаять? У нас есть птицы, которые поют. Собака не должна никому мешать. Все предусмотрено абсолютно. И вот ее вопрос, этой женщины, относительно мяса. Вот такой я даю ей ответ. Как считаешь? Достаточно ей будет? Ну ей да, пока достаточно. Ну и любому. То есть я воздерживаюсь ради воздержания. Ради подвига, так сказать. Мне это не надо. Просто не надо. Я не нуждаюсь. Но никому я не говорю, что вы не ешьте. Сидят рядом со мной братья, они варят тут. Я знаю вкус мяса этого, вина, но я в рот его не беру, чтобы не подвергнуться нареканию. Богу нашему слава вовеки. Аминь.